Девушки отдыхают Штурм Казани под Каскеленом, крестный ход времен Ивана Грозного по дну Саирана, оборона Царицына на Старой площади и шуба из обезьяннего меха. Все это Алма-Ата военная. В 41-м году население этого маленького провинциального города увеличилось почти в два раза. Вторая почти половина эвакуирована. «Я летом была в Алма-Ате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила. У вас нет такого ощущения, что вы на небе?» Он сказал «Да». Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое. «Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду». Он рассмеялся. Для того, чтобы схватить Бога за бороду и выжить, надо было доехать. Добраться до Алматы благословенной, как называл этот город Зощенко. Добирались некомфортно и долго. Сначала военные эшелоны пропускали. Я радовалась, что мы едем в эвакуацию, что у нас в теплушке. Она движется. В середине печка. Бабушка готовит на всех. Там киснота, все вот так вот в повалку лежат. Так чудесно. Много детей. Все мы играем. Эшелоны, простые эшелоны, вагоны. Простые, но без всяких удобств. Просто сидели. В эвакуацию, как придется, нередко это открытые полувагоны. Хорошо, если был брезент от дождя укрываться. Здесь же техника, станки и вещи. Что взять смогли? В ГИК, например, погрузили в троллейбусы. Поставили на железнодорожные платформы и отправили. По двое, а то и по трое на одном сиденье. Спали по очереди. По сей день боюсь ночных бабочек. Была бомбежка. И бабушка накрыла меня своим телом. В поле мы лежали. И я выглядываю из-за бабушки и вижу треугольники плывут по полю. И жуткий грохот. Разрываются бомбы. Вот я эти треугольники вижу в ночных бабочках. И вот они летают надо мной, а я боюсь. Женщин и детей старались садить вкрытые вагоны. Вместо 36 положенных в них набивалось около 100 человек. Дорога от двух недель до двух месяцев. Кому как повезет. Теплушка привилегированная, проводник хвастался, что веселых ребят и самого броненосца Потемкина везет. До Алматы доехала с невиданной скоростью. Всего-то дней за восемь. За улыбку Орловой паровоз находили быстро, на запасных путях не держали. На станциях иногда эвакопункты. Горячая вода, что-то из еды. Когда мы ехали в Алматы, наш состав бомбил. И мы остановились, поезд остановился, мы все выбежали в лес. И каждый прятался, кто в канавку, кто в какое-нибудь дерево. Бомбежка! Как интересно! Какое слово хорошее! Я этого не понимала. У меня даже стихотворение есть. Веселое слово «бомбежка» с картошкой схожее одно. Женщина, которая с нами ехала, тащила огромный чемодан. Поставила чемодан и сама легла на этот чемодан, прикрывая собой. Спросила ее, слушайте, как странно вы себя вели. И вместо того, чтобы с собой, с себя прикрыть чемоданом, мы с собой прикрыли чемодан. Она сказала, а что я весь чернобурый, сказала, она пришипела, то я распускаю волосы. Оказывается, у нее в этом чемодане лежали чернобурые леса. И что-то такое, какие-то туалеты. Все добро, все на пользу. Ничем не брезгаю. Я и закусываю. И вот, когда я работала над шмахой, я стала разговаривать так, как разговаривала эта женщина, так пришипет. А я никогда не закусываю, говорила она. А в одном доме хотели до мной насмешку сделать? Да. Вместо водки принесли рюмку ладиколона. О, ну скажите. Ничего. Я выпила, да еще поблагодарила. А от него и через окнет ладиколона-то. Я с таким подтянутым носом кверху, и шепелявая. Потому что что я без чернобурых когда-то горела, да. Этого фильма могло и совсем не быть в Алма-Ате, где Смирнова чуть не умерла. Но это будет позже. Пока надо устроиться на новом месте. В сентябре 41-го решением Совнаркома была создана Алматинская киностудия. Через месяц появился муссильм судьбы и аппаратуры. Еще чуть позже ленфильмовцы без аппаратуры эшелон разбомбили. Получилась цокающая вывеска, по словам Эйзенштейна, ЦОКС – центральная объединенная киностудия. 80% военной кинопродукции было создано на этой уникальной фабрике грез. Впрочем, уникального в те годы в Алма-Ате много. Идет война, строгая экономия во всем, все для победы, но в 41-м заканчивается строительство нового театра оперы и балета. На этой сцене в течение трех лет только лучшие. И, конечно, Галина Уланова. На ее спектакле был пацаненком. Бегали мы в парк культуры Горького. Цветов было много, денег у нас, как всегда, было в кармане. Ничего не рвали, нас догоняли, мы через речку перебегали, перебегали сюда, все это собиралось, и шли в оборудованный театр. И ее вот этими цветами, значит, было пакетами, не знаю, шесть, восемь, может быть, десять. Очень много было. На фасаде четыре бронзовые фигуры, ныне перекрашены в белый. Представители когда-то почетных профессий. Шахтер в ковбойской шляпе с отбойным молотком и лампой, колхозница с колосьями, видимо, пастух с двумя ягнятами и рабочий с лопатой. Раньше здесь была гостиница. На первом этаже ресторация, на остальных номера, маленькие комнатки и длинные коридоры. Вот в этом вот здании и жила Галина Сергеевна Уланова. Мы смотрели на Уланову, думали, боже мой, откуда нас столько сил берет? Ничего не есть, целый день есть яблоки. А как же старались из дома принести яблоко, бы он протрут, вычистит его и принесут ей? Я очень хорошо помню вот эти яблоки, когда мне пришлось во время эвакуации быть в Казахстане. Поскольку мне было жарко, я была ленинградкой, как-то не чувствовала, мне было трудно дышать, мне казалось, что не хватает какой-то влаги. И мне предложили с мужем маленькую комнатку, санаторий или дом отдыха. Он был в саду, весь-весь вот в таких, осенью вот в таких яблоках. Галина Сергеевна танцует партию Марии из Бахчисарайского фонтана Жизель и репетирует Лебединое озеро с воспитанниками Казахского хореографического училища. Она мало говорила, всегда показывала очень красивые ноги, всегда это все получалось. Но если у тебя не получалось, ну, видим, много раз не получалось, а у меня отлично. Она снимала свой сад, это самое, туфель, и вот так, как киня, прям впадала в грудь. Ну, а как, кричать не будешь, плакать не будешь, девчонки засмеют, продолжая свои занятия, и как-то ни в чем не бывало. А потом он говорит, всем спасибо, ну-ка ты тебе тоже. И уходит с класса. Вот как и занимались с Вилановой. В оперном театре шла лебединое озеро, и Галина Уланова танцевала. Я видела, как она штопала свои единственные трико и балетные туфли. Оперный светоч культуры в прямом и переносном смыслах. В театре было электричество. И главное, этот храм искусства хоть частично, но отапливался. За кулисами. Кроме обычных вечерних, здесь идут еще и ночные спектакли, благотворительные. Последний в два часа. Вся выручка на нужду фронта. Часто во время представления свет внезапно отключали. Как ни странно, в спокойной Алма-Ате тоже сигналы воздушной тревоги. Воздушную тревогу называлась. Мы так поговорили. Мы сидим, сидим, сидим. Потом раз, опять зажигается прожектор, там все. Все равно уже закрыто, заново закрыто. Поднимается дирижер. Все, Шаргородский был знаменитый тогда, Дугашев потом чуть попозже появился. И опять начинается увертюра сначала, открывается заново, и опять сначала идет то же самое действие. Медленно гаснет свет, играет оркестр и поет хор. «Вставай, страна огромная». Зрительный зал в шапках и валенках встает. Ну а после само представление читает Зощенко, Толстой, поет Шульженко, Орлова. Там же вот я первый раз видел Аркадия Райкина. Никогда не забуду его исполнение. Сижу за решеткой в темнице сырой. Так называемые ночные концерты были в оперном театре. Мы туда тоже попадали. Там, значит, по билету можно было получить пирожок или это за мной. И так называемые кофе. Михалкова Сергея Михайловича я встречал. Он в военной форме выступал. Я с собой в Алмата увезла пальто своего мужа Сергея Добрушина. Это как мое богатство. Он был очень высокий и такой плечистый, великолепный спортсмен. А Сергея Михалкова нечего было одеть с фронта. Я ему дала поносить его пальто. Но потом, конечно, вернул его. Он приехал к Наташе Кончаловской, к своей жене. И тогда был еще Андрон. Мальчиком. Свыше трех тысяч артистов, полтысячи режиссеров и более ста писателей, а еще певцы, художники, культурный комплект военного времени. Юный фриц, любимец Мамин, в класс пришел держать экзамен. Задают ему вопрос, для чего фашисту нос? Отвечает фриц мгновенно, чтобы вынюхивать измену и строчить на всех донос. Вот зачем фашисту нос. Эвакуированных рассредоточили согласно табеля о лауреатских рангах. Ну и просто как придется. Уплотнили алматинцев. Более 30 тысяч человек приютили жителей нашего города. Но все равно жилья не хватало. Вынужденных переселенцев гораздо больше. У нас было 3 комнатки в маленьком доме. Одна комнатка всегда была у квартирантов. Одни квартираны были мерзкие. Потом была совершенно очаровательная тетушка Цивильвовна. Потрясающе совершенно. Но все равно жилья не хватало. Вынужденных переселенцев намного больше. Под жилье обустраивают все, что возможно и не очень. Террасы домов, классы, аудитории, летом дворы и сады. Говорят, небольшая группа ленинградских писателей какое-то время даже в зоопарке жила за неимением лучшего. Коммуналка Пал Матинский. Человек 50 на один спортзал. Деревянные топчаны смеси запахов. Борща из крапивы, дешевого мыла. Много всего. Один туалет, одна раковина, соседи за простыней. Нас поместили в одну из школ. Вот была такая школа, огромный зал. И этот зал разделен такими квадратами, такими кабинками, разделенными простынами, где стояла тумбочка, две кровати, вот, так сказать, пары могли, что называется, проживать вот в таких условиях. Киношники везде. И во Дворце культуры, и гостинице Дом Советов. А последние остались воспоминания, что располагалось где-то здесь, и такие строчки поэта Луговского. Дом искусств, без электричества, без лампочек, без печек, набитый бесприютными людьми. Среди бесприютных Раневская, Целиковская, Кадочников, Смирнова. Список звезд слишком долго. Жизнь у Молота была очень тяжелой. Продавались вещи, чтобы купить продукты. Не хватало. Иногда не было света, иногда не было воды. Душ единственный. В подвале вода только в определенные дни, чтобы помыться громадная очередь. И никаких привилегий. Ну или почти никаких. И вот мы бывало сидим в духоте. Некоторые с детьми по несколько часов вдруг появляется Пырев с Ладыниной и идут без очереди. Они лауреаты. Их привилегии распространяются и на внеочередной туш. В номерах по двое четверо человек. Жизнь в гостинице без всяких церемоний. Все друг к другу в гости заходят. Все было общее. Мы жили в подвале, а над нами такой балкончик. Там жила тоже артистическая семья. Вообще весь дом был такой артистический. Скажем, они там Люба, хлеб есть у вас? Есть. Люба, я испекла значит там то-то. То есть друг дружке помогали. Алма-Ата богемная военного периода. Розыгрыши, игры, разговоры за жизнь, хмурый Зощенко. У Зощенко жить негде оказывается. Он где-то на какой-то окраине, не знаю, там обитал чуть ли не в чем-то дворе, там отыскали, тут же обогрели, тут же дали ему значит эти самые талоны, тут же нашли ему же площадь, все вот так. Он был очень скромный человек, он никогда не жаловался и не говорил ничего. Зощенко с удовольствием гадает всем желающим. У него был свой метод, вспоминала Лидия Смирнова, выспрашивал у той, кому гадал ее тайну, а потом ее же и рассказывал. Еще и соседи Лидии Николаевны. Уж больно был беспокоен, все время на рояле играл, бесконечно отрабатывал две первые ноты. И я все ждала, когда же родится третья, а он снова возвращался к первым двум. Я его совершенно возненавидела. Мне хотелось дать ему сковородкой по голове. Только потом я поняла, что рядом со мной жил гений. Гений – это Сергей Прокофьев. Жил в гостинице вместе с женой и двумя сыновьями. Работал над балетом «Золушка» и музыкой к Ивану Грозному. Говорят, в этой квартире жил Михаил Жаров. Это единственная квартира, где еще остались люди. Все остальные совершенно пустуют. В декабре 41-го закончилось строительство дома для пединститута. Два этажа и полуподвал. Тоже уплотнили для киношников. На семью – по одной комнате, в зависимости от количества человек. Как-то немножко не по себе смотреть на эти забытые квартиры. Пустующие. Полезная площадь 10, 17 или 22 кВ-метра. Здесь были только трехкомнатные квартиры. Титан с кипятком в коридоре. Братья Васильевы, Пырьев, Ладынина, Козинцев, некоторое время Александров с Орловой. На каждый квадратный метр по лауреату. Дом тут же окрестили лауреатником. Мочалка Пырьева слева. На верхней полочке мыло Козинцева. На нижней Райзмана. Берите, какое хотите. Мыло, мыло берите. В углу пырьевская мохнатая простыня. Вытирайтесь ею, а голову полотенцем Сюзанны. Оно с другой стороны. Эйзенштейн получил одну маленькую комнату, а его домработница тетя Паша устроилась на кухне. И вот Эйзенштейн. Он такой невысокого роста, такой не очень досу, но пухненький, с тросочкой. Интересно, как работает. Живой. Я помню его походку. Когда маленькие, еще маленькие, они, знаете, как ходят. Сегодня от лауреатника только доска с лауреатами. Здание недавно перестроили. Алма-Ата сороковых. Одноэтажные бревенчатые и камыши тасаманные. Двухэтажные кирпичные. Самые высокие три этажа. Выше не строили. У одноэтажных садик с огородом, в садике городской комплект. Много сирени, яблони, урюк, черешня вдоль арыков, резида зелененькая, ромашки с колокольчиками. Драки за воду были чудовищные. Просто чудовищные. Я видел, вот сам лично видел, как человека перерубили пополам тикменем. Потому что вода это была все. Если ты польешь свой огород летом, у тебя будет картошка, у тебя будет помидоры, у тебя будет кукуруза. И за воду свирепо дрались. Дрались свирепо. Там бандиты включались в это дело. По неасфальтированным улицам Николай Крючков гонял на мотоцикле и голубей. В одном из дворов где-то в районе детского мира была большая голубякня. Он всегда заходил, допустим, в гримерную, он всегда очень шутил над клавой у нас одной, у которой были толстые ножки. Он говорил, ну как пожевает ножки рояля Беккер. Вот такие вот вещи. И потом какой-то вот такой жест у него всегда был. где появлялся Крючков, ну его просто боготворили. Все приглашали его там угостить, приглашали его зайти. Но он был какой-то вот простой, скромный. Все и всегда сам, без дублеров. Автомобиль, мотоцикл, лошадь, трактор, Крючков даже на кукурузнике летал и еще пел, бил чечетку, играл на баяне. Его жена Пастухова, актриса театра Красной Армии, не любила гармошку, а он, выпивая спирт, садился и играл на гармошке. Он так веселый, играл, он вообще очень актуристический человек, веселый. Она была очень недовольна, она дралась с ним, что он не играл. Он так поиграет, поиграет, и после усталой, уставшей, после ночной смены вожжился и крепко спал после спирта выпитого. А потом просыпался, выпивал стакан воды и снова хмелел. Все это знали, но он не напивался. С наступлением холодов на улицах стало меньше деревьев и совсем не стало заборов. На топливо. На заготовку саксаула и дров из теньшанской ели отправляли и бригады, сформированные из работников студии, монтажеров, режиссеров, актеров. Также ездили и на строительство ГРЭС, там похлебкой кормили. Приметы времени. Чай из сушеной морковки, пайка хлеба, студенческая 300 граммов, для служащих 600, пайка рабочая 800. Еще есть УДП, усиленная диет-питание. По-другому, умрешь дома, позднее. Пайки давались тогда, когда были какие-то большие такие успехи на фронте, взять из Сталинграда. «Слава отважным патриотам советской отчизны!» Дали пайки там и 250 грамм сырокопченой колбасы, и сыру, и масло, и немножко сахару, каких-то таких, карамель, печенье. и мы раскладывали все это на столе и не трогали, не кушали, а так нюхали хлеб, колбасу, все это так смотрели все это на тюрьму. К концу 42-го в Алма-Ате голод. Потерять хлебную карточку значит умереть. «Я видел много смертей. Я видел как воровку одну с ребенком. Толпа растерзала просто на куски, на мои глаза. Это я видел, просто растерзал вместе с ребенком. Ребенка тоже? И разбежали. И туша такая была». Каждый выживает как умеет. Некоторые художники, студенты ВГИКа, мастерски рисовали хлебные карточки, потом хлеб меняли на мясо. На базаре можно купить все, но дорого. Эвакуированные здорово вздули цены на рынке. Местным не подступиться. На базаре чего только нет. И крепдышины, и модные ботинки, и старинные вуали, и необыкновенное белье, и бритвы, и портреты Качалова, и разные соблазнительные финтифлюшки. «Я помню под Офину, у которого в лавоське лежала буханка черного хлеба, который он выменял на какие-то другие продукты». Булка черного хлеба 200 рублей, белого 600. Для сравнения, повышенная стипендия 50 рублей, зарплата народной артистки КАЗ СССР 120. Многие части этих денег добровольно сдавали на нужды фронта. ели черную затируху с машинным маслом и долго стояли в очереди, где продавалось, где можно было купить черные галушки. Люди умудрялись ездить в районы, как мы с Морецкой ехали в район за сахаром, выменили какие-то свои платья или там что-то такое для того, чтобы купить сахар. Культуру в массы на барахолку. Иногда деятелям искусства что-нибудь такое и перепадало при содействии комиссариата торговли. Веревка пеньковая, мазь колесная, нижнее белье. Затем композиторы, ну и прочая творческая интеллигенция обменивали все это в совхозах и колхозах на продукты. Собака! Пламенный революционер Котовский, он же Николай Мордвинов замечательно кофты вязал. Александр Птушко, знаменитый создатель кинематографического садка, делал брошки из перламутра и шил босоножки. Обувь от Птушко пользовалась неизменным успехом. Тогда была модная танкетка. Вот на танкетках он деревянный вообще подошвы сверху кожи. Да а что там Птушко Зосенко его тогда мало печатали, сапожником подрабатывал. Муж мой вот из этой, они делали вот колесо и вырезали вот эту резину, крепили какие-то переплетные такие босоножки. Вот в них мы бегали, потому что там невозможно было купить столько обуви же. День пробегаешь по этим горам и все, и босой приходит. Меня поразили студенты в Гитлере. они себе из баллонов, вот, баллоны, автомобильные, мотоциклы, вырезали след, пришивали перепонки и, как правило, они ходили в эту обувь. В городе в то время разгул преступности. Алма-Ата неплохое убежище для дезертиров и прочих нетрудовых элементов. Одна из самых дерзких и знаменитых банда «Черная кошка» алматинский филиал. Даже пошел анекдот, стоит милиционер, говорит, вам не страшно здесь стоять одному? Это весьма было страшно, я бы здесь не стоял. Да, было страшно, конечно. Ночами стараются не выходить из дома. Грабеж и воровство в расцвете. Славились форточники. Московский вор по кличке Серый обучил местных красть при помощи железных крючев. Умудрялись даже наволочки с подушек снимать и одежду из шифонеров через форточку вытаскивать. Не нравится мне, когда в окна лазают. Господи, что же такое? Что у вас тут случилось? Она приехала в шубе из обезьяньего меха. Видимо, тогда еще номера все были заняты, комнаты заняты в доме лауреатов. Ее поместили в гостинице. Ну, она замерзла, пришла со съемки, легла и накрылась этой шубой. Она, это Галина Сергеева, снималась в фильме актриса. Один из последних, цоксовских. Когда она проснулась, шубы не было. Ну, естественно, куда? В милицию. А в милиции начальником областной милиции был Серге Ладзе такой, красивый такой грузин. Ну, когда ему сказали, что у Сергеевой, и она сама пришла, он сказал, не пройдет и суток, как шуба у вас будет. И так и было. Шубу, в общем, нашли. Все было мобилизовано, чтобы найти эту шубу из обезьяньего меха. Жизнь, как в кино. И война где-то рядом. Стук костылей в институтских коридорах, вернувшиеся с фронта. Заготовка саксаула, город вещих снов и шуба из обезьяньего меха. Когда ее казнить должны. Страшное и смешное где-то рядом. У миг этот замок сгорел. Убийцы так и не вышли на дорогу. Шарк! На помощь! Эта команда срочно убегает, там стреляет. Семеро на одну смерть. Мы получали уже деньги. Кино как в жизни. Кончился бой за столицу. Бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины несколько тысяч солдат. помните ганцы и фрицы скоро настанет тот час. Мы вам начешем живый затылок, будете помнить вы нас. у за н му до 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 Продолжение следует...